Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Глобализация шагает по планете и Испания не избежала моды на азиатскую кухню. Возможно, поэтому я все чаще встречаю в испанских кулинарных журналах подобные рецепты. Да и шеф-повара испанские на своих мастер-классах все чаще и чаще показывают блюда с явно видимыми азиатскими мотивами. Короче, я решил опробовать один такой рецепт и вам показать. Слышите, как ветер в трубе задувает? У нас такой ветрило зимой всегда. Просто ужас какой-то. Итак, понадобится курятина. У меня бедрышки и ножки. Видите, какая желтая шкура? Производитель утверждает, что откармливает эту курицу исключительно кукурузой. Кроме того, сладкий красный лук, имбирь, чеснок и стеблевой тоже, острый перец, апельсины, сладкий перец, тыква. Я взял вот такую. Она, конечно, не вся понадобится. Граммов 300 всего. Кроме того, рисовый уксус, соевый соус, куриный бульон немного, звездочки бадьяна, он же звездочный анис, коричневый сахар. Да, и еще немного кукурузного крахмала и растительного масла. Поехали. Куриные бедра надо подрумянить на растительном масле. Не выкладывайте в холодное сначала, хорошо разогрейте. Пока порежу лук. Один лепестками для красы, а второй мелким кубиком для соуса. Отлично. Так, масло уже разогрелось. Шкуркой вниз. Ну и пока подготовлю остальные овощи. Супер. Ну и курицу уже можно перевернуть. Ну и закончу с остальными овощами. Из второго апельсина выдавлю сок. Вот так. Курица. Курица уже подрумянилась. Отложу пока в сторонку. А в той же посуде не обжарю мелко нарезанный лук. Ну и имбирь сразу сюда же. Обжаривать эту смесь нужно минут пять, не больше. Ну, затем добавлю анис и острый перец. И еще минутку на огне. Все. Можно вернуть курятину обратно в чубунок. И овощи сюда же. Апельсиновый сок. Сахар. Соевый соус. Рисовый уксус. И куриный бульон. Отлично. Духовка у меня уже разогрета до 180 градусов. Оставлю запекаться на 20 минут. На самом деле, время, конечно, зависит от курицы. Суповая за 20 минут явно не приготовится. Но моя-то уже обжаривалась минут 10, а то и 15. Там еще в духовке 20 минут проведет. Потом еще будет греться. Короче, все будет нормально. Чеснок вот нарежу еще. А теперь перерыв. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 20 минут прошло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь вернусь этот бульон обратно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И апельсины сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И чеснок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И обратно в духовку еще на 15 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Температура та же. 180. Нагрех верхний и нижний. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собственно, все. Встретимся с вами уже за столом. Часть соуса из чугунка я для удобства в ложку слил. Смотрите, какой. Вот такая азиатина. А что интересно со вкусом? Вот этот кусман. И в соус. В соус обязательно. Ой, какая красота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, чувствуется анис в аромате. И чувствуется имбирь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Класс. Просто класс. На удивление, я апельсиновых ароматов почти не ощущаю. Классно. Вкусно, ярко, сладко-солено. Прям хорошо. Дайте-ка еще и тыквку тащу. Вот этот кусман. Да. Так. Слушайте, все к месту. Прям вот яркое, классное блюдо. На гарнир, наверное, можно рисовую лапшу или просто рис. И будет классно. Короче, попробуйте. И я думаю, вам это понравится. Да, время на вторичном запекании в духовке, еще раз повторюсь, зависит от курицы. Если она у вас не... Вот эти бройлеры, которые моментально разваливаются в кашу, тогда нужно будет не 20 минут, наверное, а там 30, может быть, 40 даже подержать. Ну, сообразите. Потыкайте вилочкой и все. Располагать вот эту самую посудину под этим самым нужно в середине или даже немножечко повыше, чтобы верхним нагревателем элементом немножко ярче подсушить апельсин, который я, кстати, не попробовал, а зря. Так. Классно. Это классно. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Да, обратили внимание, я сегодня пользовался новой линейкой от Самуры. И смело вам могу ее порекомендовать. Смотрите, мои многочисленные стянания по поводу вот этого краешка у лезвия. Самура давно уже приняла к исполнению. Они заглаживают вот эти края. И, соответственно, когда вы пользуетесь ножом, правильным поварским хватом, у вас вот это место не набивает палец. Прям супер. Очень удобно лежит в руке. Ручка просто вот прям отлично. Так что вот эта серия, такая вот фантастическая какая-то серия Альфа, смело могу рекомендовать. Помните промокод ФРЕСКО. Позвольте вам сэкономить. Спасибо за компанию и всем пока.